Виктория Токарева. Люба. Читает Марина Кочнева. Люба Соколова — гражданская жена Данелии. Они прожили вместе 25 лет. Все началось на съемках фильма «Хождение по мукам». Режиссер Григорий Львович Рошаль. Эта повесть Алексея Толстого была экранизирована несколько раз. Не всегда удачно. Возможно, причина в самом материале. Любе в ту пору было 36 лет. Она пребывала в расцвете жизни, на пике своих возможностей. Съемки проходили на юге. 26-летний Георгий Данелия приехал на практику. Он учился на высших режиссерских курсах. Был в разводе с первой женой. Молодой свободный грузин с прямой спиной. Прямоходящий. Гормонально насыщенный. На Любу он не обратил внимания. Она была совершенно не в его вкусе. Народный типаж. Ему нравились современные гламурные девушки. А Люба — сама Россия. С нее можно было рисовать плакат «Родина-мать». Позднее в телевизионных интервью Люба говорила «Гия влюбился в меня, потерял голову, скрыл, что моложе на 10 лет». Как будто это можно скрыть. Бывает, конечно, когда разница незаметна либо гармонична. Но не в случае Любы и Георгия. Они смотрелись, как тетка с племянником. Инициатива знакомства принадлежала Любе. Она постучала в номер Данелии, вошла и сказала «Гия, я в вас влюбилась». Данелия обрадовался. «Не надо искать, ухаживать, напрягаться. Все готово. Можно просто положить в рот, как таблетку». Гия не возражал. Это называется «пусти козла в огород». Люба была чиста душой, открыта и прекрасна. Она любила молодых, как и Нона Мордюкова. Мне Нона сказала однажды, что для нее мужчины старше 24 лет не существуют. Видимо, Люба была из этой же серии. О чем это говорит? Расчетливая женщина никогда не свяжет свою жизнь с мужчиной на 10 лет моложе. Это все равно, что сесть играть в заранее проигранную игру. Мужчина все равно сбежит рано или поздно. Природа победит. Люба не смотрела далеко вперед. Вспыхнул роман. Он продолжился в Москве. Почему бы и нет? Гия помог Любе купить квартиру возле метро-аэропорт. Там строился жилищный кооператив. Гия дал Любе половину суммы. С одной стороны, почему не всю сумму? Гия жил в обеспеченной семье. Его отец был генерал метростроя. А с другой стороны, половина суммы лучше, чем ничего. Остальную половину можно собрать в долг. Люба так и сделала. У нее появилась отдельная однокомнатная квартира в элитном районе. Бездомный период закончился. Гия привык к Любе. Стал приходить к ней. Собирались компании. Пили, пели, плясали. Однажды случайно перевернули аквариум с рыбками. Рыбки оказались на полу. Люба помчалась на кухню, взяла большую кастрюлю, наполнила ее водой и побросала туда несчастных. Рыбки были спасены. Данелия рассказал мне эту историю как что-то необыкновенное. Как пример великодушия Любы. А я не вижу здесь ничего особенного. Рыбкам нужна вода. Люба им эту воду предоставила. Не погибать же маленьким божьим созданием. Гия не был влюблен в Любу, но очень хорошо относился и не любил огорчать. Он ценил в ней человеческие качества. Такие характеры встречаются только в глубинах русского народа. Роман продолжался и окончился беременностью. Казалось бы, все логично, но в случае с Любой это огромная радость, спасение. Любе 37 лет, детей нет, время уходит, и вдруг шанс. Она может успеть родить ребенка и стать матерью. Все как у людей. Данелия воспринял эту новость как катастрофу. Ему казалось, что на него накинули петлю и поймали, как дикую лошадь. Люба никого не ловила. Она просто любила Гию и просто хотела ребенка. Иметь своего — это же лучше, чем усыновлять из детского дома. Непонятно, какие гены. А тут — свой. Да еще от удачного грузина. Смесь кровей. Хорошая наследственность. Данелия объяснил Любе, что у нее нет перспектив. Он не женится. И ребенок будет расти без отца. Без отцовщина. Лучше, если Люба сделает аборт. Люба утешала. Она приводила в пример Андрея Кончаловского, у которого пять детей на стороне. И ничего. «Если ты не сделаешь аборт, я разобью себе голову об стену», — угрожал Данелия. «Твоя голова. Что хочешь, то и делай». Любе на решение было твердым и окончательным. Я не знаю, правда это, или Данелия врал, но он мне рассказал. Так и сделал. Выполнил свое обещание. Разбежался и ахнулся головой о стену кирпичного дома и потерял сознание. Очнулся в больнице. Рядом сидела Люба со скорбным лицом. Держала его за руку и плакала. Это были крокодильи слезы. Крокодил обычно плачет, когда жует свою жертву. Плачет, но жует. Так и Люба. Она страстно любила Данелию, но не шла у него на поводу. Она хотела ребенка с той же силою, с какой Гия не хотел. Родился мальчик. Роды были очень тяжелые, поперечное предлежание. Ребенка тащили щипцами. Но он родился, родился. Он был. Данелия ее не встречал. Он в это время был на севере, на съемках фильма «Путь к причалу» по сценарию Виктора Конецкого. Встречали Любу чужие люди. Принесли толстое одеяло. Далее вмешалась судьба. Мама Георгия, Мэри Анджепаридзе, знала, что Люба родила. Она захотела посмотреть на внука и пришла к Любе. И увидела копию своего мужа. Брови вниз, нос крючком. Грузин. Сердце Мэри сделало кульбит, перевернулось в груди и стало на место. Мэричка полюбила этот росток, этот космический пузырь. Она забрала внука к себе в дом вместе с Любой. Она не могла оставить мальчика без собственного досмотра. Назвали Колька. Этот Колька вкатился в дом на чистых прудах, как ясно солнышко. Все осветил и осмыслил. Мэричка тут же ушла на пенсию. Она работала вторым режиссером на киностудии Мосфильм. Сама сняла несколько фильмов. Была вполне талантлива и амбициозна. Но с появлением внука амбиции кончились. Мэричка поняла, что все кино – мура в сравнении с этим комочком, живым и теплым. Ребенок был буквально красавец, с огромными грузинскими глазами. А главное – свой. Своя кровь. Люба не могла нарадоваться, не могла насмотреться. Она стояла перед кроваткой и повторяла «счастье», «счастье». Первое слово, которое произнес Колька – «тятья». Это значит «счастье». Он стал счастьем для всех и, в конце концов, для Георгия. Гия появился через восемь месяцев. Колька уже ползал на руках и на коленках. Квартира была большая, генеральская. И Колька стремительно пересекал ее вдоль и поперек. Гия увидел ребенка, счастливую Мэри, и промолчал. Он не смог и не посмел возразить, сказать «нет». Нет – это значило, Люба с ребенком покидают чистые пруды и возвращаются на аэропорт. За долгое отсутствие, за время съемок, Гия не один раз проваливался в глубокий запой и так устал, так искотинился, что был счастлив оказаться дома в чистоте и светлом царстве, где ползал чудесный мальчик. Бог послал. Гия смирился. Все осталось так, как хотела Мэри. Но в глубине души остался осадок. Его поймали, употребили. Все обустроили, помимо его воли. И в душу упало зерно протеста. Гия воспринимал Любу как то, что ему навязали. Поэтому он не стал с ней расписываться. Оставил для себя как бы лазейку на свободу. Вот придет настоящая любовь, и он выскользнет в эту лазейку. Люба оказалась идеальной женой. Она вела дом, была кухарка, прачка, горничная. Она перемыла за свою жизнь столько тарелок, что если их поставить одна на другую, достанет до луны. Люба терпела все его запои. Была верна, как собака. Идеальная мать. Преданная и самоотверженная. Буквально Богородица. В этот период она стала много сниматься. Зарабатывала. Приносила доход в дом. Ее можно было не ревновать. Верность обеспечена. Никаких других интересов, кроме мужа и сына, у нее не было. Что же мешало Георгию? Разница в возрасте. Она была видна. Гия стеснялся. Старался не выходить с Любой на люди. Люба не обижалась. Она тоже стеснялась выходить с Гией в людные места, в ресторан, в театр. Гия брал меня. Иногда приходилось прерывать работу и отправляться в ресторан. Я не была одета подобающим образом. Люба меня украшала. Выносила бусы, кольца. Меня это поражало. В сущности, я была опасна для их союза. Данелия был влюблен в меня. Это бросалось в глаза. Он буквально расцветал, когда я входила в их дом. Я была моложе Любы на 17 лет. А это много. Целая жизнь. И вместо того, чтобы гнать соперницу каленой метлой, Люба выносит мне бусы. Украшает. Что это? Потом я поняла. Это великая хитрость и составная часть борьбы. Руку дающего не укусишь. Гия была ее все. До Гии Люба была никому неизвестная, одинокая, невостребованная как актриса и как женщина. А сейчас мать, жена, народная артистка. Гия дал ей все. Семью, сына, профессию, статус, яркий секс. Она держалась за него руками, ногами и зубами. У Любы был мощный враг. Разница в возрасте. Этого врага невозможно преодолеть. Единственный союзник Любы — алкоголизм. Запои лишали Гию маневренности. Он был как лодка, прицепленная к берегу толстой цепью. Не мог оторваться и уйти в свободное плавание. Запой вырубал из действительности, а после запоя никаких сил. Дай Бог добраться до уборной. Единственное спасение — Люба. Она была той соломинкой, за которую хватается утопающий. Люба ждала, что Гия наберет года, перестанет быть молодым, ослабнет и станет ненужным никому, кроме нее. Это была реальная возможность удержаться. Однажды я вошла в ванную комнату. Люба стирала. Перед ней стоял таз, полный мужских трусов и носков. Я удивилась. — Ты же актриса, а стираешь, как обычная прачка. Люба хмуро ответила. — Вот выйдешь замуж за грузина, тоже будешь батрачить. Я поняла, что она ревнует. Все непросто. У меня уже есть муж. Зачем мне грузин? Я хотела притушить ревность Любы. Невозможно себе представить, как бы я вписалась в грузинскую семью. Я ненавидела всю домашнюю работу, любила только писать книги, но делала это хорошо. Дом творчества Болшева. Мы с Гией работаем над сценарием. Среди отдыхающих Инна Гулая, жена Гены Шпаликова. Оба пьют и катятся под откос. Гена исчез из дома творчества, не заплатив. Оставил в залог Инну. Но и Инна тоже тихо сбежит по той же причине. Нет денег. Инна вернулась в Москву, позвонила Любе Соколовой и открыла ей глаза. У Токарева из Данелии роман, а Люба дура, которая все это допускает. Надо немедленно ехать в Болшева и разоблачить преступную связь. Непонятно, почему Люба бездействует, почему ей не ясно то, что ясно всем и каждому. Я сидела у себя в номере с книгой, когда отворилась дверь и вошла Люба. Это было послеобеденное время. Гия отсутствовал, у нас был перерыв. Я с удивлением подняла глаза, смотрела на Любу. На ней белая кофточка, которая ей очень шла. Я привыкла видеть Любу в домашних условиях, в домашнем халате, драном под мышкой. А сейчас она стояла передо мной в красивой кофточке, совершенно не старая, не потерявшая товарный вид. Ты хорошо выглядишь, заметила я. Но Люба отвергла мою любезность. Она начала взволнованно говорить о том, что ее мучило. Я запомнила фразу. Я тоже женщина. У меня мама есть. Меня тронули ее слова. Прежде всего, это талантливо. А я слышу и ценю талант. Я выслушала монолог Любы и сказала. Успокойся, Люба. Мы просто работаем. Данелии нужны свежие мозги. А мне нужен успех. Гия — талантливый режиссер. Работа с ним — гарантия успеха. И я не могу отказаться от такого сотрудничества. Через месяц мы закончим сценарий и располземся по своим домам. У меня маленькая дочка. Она по мне скучает. Ты думаешь, что только ты любишь своего ребенка. Я тоже люблю дочку и хочу домой. Скоро полдник. Пойдем в столовую. Попьем чай. Веди себя нейтрально. Не надо развлекать аудиторию. Все только и ждут сплетен. Мы зашли за Данелией. Спустились в столовую. На столе стояли коржики. Официанты разливали чай. Отдыхающие стекались в столовую. С удивлением пялились на наш треугольник. Данелия, вершина треугольника, сидел с непроницаемым лицом. Люба спокойная, слегка напряженная, приветливая. Все-таки она хорошая актриса. А я сидела ко всем спиной. Моего лица не было видно. Что я чувствовала? Мне было жалко всех. Гия – жертва Любы. Люба – жертва Гии. А я – раба любви. Тоже жертва. В поздравительных телеграммах обычно желают здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни. Здоровье у меня было, а успехи в работе и счастья в личной жизни обеспечивал Данелия. Куда денешься? Никуда не денешься. Царь Соломон написал. Все проходит. Он ошибся. Не проходит ничего. На Мосфильме планировали совместный советско-итальянский фильм. Режиссер с советской стороны Георгий Данелия. Нужен был сценарий. Данелия пригласил меня. Предстояла поездка в Италию. Документы были оформлены. Люба не поленилась и пошла на прием к директору Мосфильма. Она поведала ему, что сценаристка Виктория Токарева крутится под ногами у Данелии, как шелудивая собака, и нарушает покой семьи. И она, законная гражданская жена Любовь Соколова, просит дирекцию Мосфильма не допустить поездку Токаревой в Италию. Директор вник и принял меры. Меня не выпустили. Я ничего не знала. Мне было все равно. А Гея оказался в курсе Любиного зигзага и возмутился. «Как ты могла пойти на такую подлость?» удивился он. «Я боролась», — спокойно ответила Люба. «Сколько можно бездействовать?» Данелия поехала в Италию без меня с переводчиком Валерой Серовским. Вернувшись, он привез мне полный гардероб на все времена года. Любе он привез теплые сапоги на меху. Нужная вещь в нашем климате. Люба спокойно взяла подарок, подсморкнула носом и ушла в свою комнату. Ее позиции были незыблемы. Замыслом у Данелии ничего не вышло. Постановку передали Рязанову. Эльдар Александрович снял фильм «Приключения итальянцев в России». Совместные фильмы не бывают хорошими. Они, как правило, фальшивые и натужно смешные. Развлекуха. Я была довольна тем, что мы соскочили с этой халтуры. Сохранили время и душу. Шило в мешке не утаишь. Наши отношения вылезли наружу. Данелия влюбился необратимо. Люба поняла, что ее время кончилось. Начался ее путь на Голгофу. Она страдала безмерно, плакала, грозила покончить с собой. Колька обнимал ее за шею, говорил «Мамочка, не плачь. Я вырасту и женюсь на тебе». Голгофа началась и для меня. Я сидела, как собака на заборе, ни туда, ни сюда. Данелия должен был что-то решить, но он тянул и тем самым длил Голгофу. Легче всего ему было запить на неделю и выпасть из действительности. Он бродил по Млечному пути в своем спасительном забытии. Коля исполнилось 18 лет. Предстояла армия. В те времена все мажоры, дети состоятельных людей, ложились в психушке и получали фиктивный белый билет. Колю положили в психушку. Люба пришла в больницу, встретилась с врачом. Врач, молодая и строгая, сообщила суровый диагноз. «У него нет никакого диагноза», мягко объяснила Люба. «Мы договорились. Вы просто не в курсе». «Я не знаю, с кем и до чего вы договорились. Я сообщаю, что ваш сын болен и его надо лечить. Эта новость, как встреча с грузовиком, который несется прямо на тебя». Люба пришла домой и сказала Гии. «Это все из-за тебя». Гия поверил. Коля был свидетель страданий матери. Его неокрепшая душа не выдержала и треснула. Гия почувствовал себя глубоко виноватым. Никому не пришло в голову, что причиной может быть алкоголь. Я каким-то образом оказалась втянута и стала объектом вины, сообщница преступления. Я пыталась утешить Гию, но с ним стало невозможно разговаривать. Это был уже другой человек. Он сдулся, как проколотый воздушный шар. Я поняла, что любовь ушла из него, и я ничего не могу с этим сделать. Люба победила в холодной войне, как Америка. Умерла Мэри. После похорон Данелия отдал Любе связку ключей и сказал. «Теперь ты хозяйка этого дома». Люба взяла ключи, привычно подсморкнула носом и пошла в свою комнату. Она бесконечно долго, больше десяти лет, мечтала об этом финале. И она его дождалась. Но почему-то не испытывала большой радости от победы. Вместо радости усталость и опустошение. Она грохнулась на кровать и заснула. Свято место пусто не бывает. На моем месте возник другой персонаж. Гии надоело быть нерешительным и подлым. Он захотел почувствовать себя настоящим мужчиной. Явился к Любе и попросил, чтобы она освободила помещение. Все случилось, как в дурной пьесе. В первом акте одно, во втором акте наоборот. Перевертыш. Связку ключей пришлось вернуть. Мир Любы рухнул. Но она довольно быстро оклемалась. Когда Люба поняла, что обратного хода нет, не стала тратить время на страдания. Какой смысл? Я увидела ее случайно в телевизионном интервью. Передо мной сидела совсем другая Люба Соколова. Незашуганная, неуниженная, непростоватая родина-мать. Сидела благородная, умная, знаменитая актриса. Я вдруг подумала, почему она так мучительно выгрызала у жизни свое счастье? Разве это было обязательно? Она полюбила не того. Любовь зла. Вышла бы замуж за генерала, как Алла Тарасова, или за профессора, и ходила бы в каракулевой шубе в уважении. Так нет. Она полюбила пьющего, избалованного, эгоистичного, который опустил ее ниже плинтуса. И она согласилась. И тянула эту унизительную лямку, как бурлак тянет баржу. Эра Данелии кончилась. Люба помучилась какое-то время, а потом сбросила прошлое, как тигра с плеч, и воспряла. Стала тем, кто она есть. Большая актриса и значительный человек. Считалось, что союз Гии и Любы мезальянс. Это и был мезальянс, но с точностью да наоборот. Это Люба осчастливила Гию. Стала для него всем. Благодаря ей он состоялся, как большой режиссер. Снял свои уникальные ленты. Прошел год после событий. Творческую интеллигенцию собрали в Кремлевском дворце. Повода не помню. Какой-то праздник. Я нарядилась и явилась, не запылилась. И вдруг нос к носу столкнулась с Любой. Я растерялась и сказала «Здравствуй, Люба». Ее лицо озарилось радостью. Она так улыбнулась, как будто встретила близкого человека. Может, не узнала или перепутала? Нет, узнала. Ни с кем не перепутала. Искренне обрадовалась. Значит, она не держит на меня зла. Не злопамятный человек. Я превратила в ад десять лет ее жизни. А она простила. Поняла, что и я тоже попала под колеса адской машины. И я тоже жертва. Я тоже женщина. И у меня мама есть. Хорошо, что я выскочила из-под колеса и уцелела. Меня спасла профессия. И Любу тоже спасла профессия. Талант удержал ее на краю пропасти. Сын Колька ушел из жизни в двадцать пять лет, оставив после себя двух дочек. Этой темы я не хочу касаться. Мне страшно себе представить, что пережила Люба и как это вообще можно пережить. Люба назвала сына Николаем в честь святого Николая Угодника. Во время блокады ее муж был такой, обезумел от голода, отобрал у нее хлебную карточку и выгнал из дома. Люба вышла во двор, села на лавочку, собралась умирать и вдруг увидела бедно одетого мужичка в ушанке с темным, как будто загоревшим лицом. Он остановился рядом и проговорил. Есть будешь мало, но выживешь. Жить будешь долго и станешь любимой людьми. Проговорил и ушел. Голодная Люба решила, что у нее галлюцинации. Она пошла в церковь, которая находилась неподалеку. Идти далеко у нее не хватило бы сил. В церкви она подошла к иконе Николая Угодника и вдруг в темном лике святого узнала мужичка в ушанке. Значит, Николай Угодник посетил ее в минуты роковые. Люба назвала своего сына Николаем. Предсказания святого сбылись. Люба прожила восемьдесят один год и была любима народом. Образ, созданный ею в кино, оказался понятен и мил. И совпадал с судьбой многих и многих простых русских женщин. Однажды я посетила ее могилу и поразилась. Могила была завалена цветами. Высокая гора цветов, как сток сена. Внизу лежали подвядшие, а сверху свежие. Люди шли и шли. Актриса Любовь Соколова стала для них практически святой. Все перенесенные ею страдания легли в фундамент ее образа, не пропали даром. Может быть, Люба изначально была задумана как святая. Недаром ее посетил сам Николай Угодник. Любе выпало много испытаний. Но Бог испытывает тех, кого Он любит. Рассказ прочитала Марина Кочнева. Дорогие друзья, большое вам спасибо за лайки, комментарии и подписку. Это очень помогает продвигать наш контент. А чтобы не потеряться, подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, на группу ВКонтакте «Говори красиво» и на наш канал в Дзене. Ссылки в описании. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова